ДНК содержит множество информации о человеке. Целью экспертизы вещественных доказательств является определение наличия вида, группы, пола и иных признаков объектов биологического происхождения, кровь, волосы, кости и так далее, с применением специальных познаний в области судебной медицины. Впервые начали проводить генетические экспертизы в 2007 году. Объектами могут быть разные предметы, это кровь, волосы, ногти, окурки, предметы одежды, орудия преступления, это ножи, топоры, молотки, пистолеты, то есть различное пенстрельное оружие, головные уборы, предметы обуви. В нашем отделе проводятся различные экспертизы, в том числе экспертизы по делам прошлых лет, это могут быть как 10 лет назад, 20-30 лет назад, устанавливается истина, сравниваются образцы, отобраны непосредственно с места происшествия, потом, когда установились проходящие лица, происходит сравнение и, соответственно, дальнейшее расследование, получают ход в дальнейшее расследование. Эти экспертизы помогают установить личность преступника или доказать его присутствие на месте преступления, а результат исследования становится важной уликой, и порой это помогает даже раскрыть старые дела. Ну вот, например, летом 2014 года жительница города Бараныч обратилась в милицию с тем, что житель на ее дворовой площадке, какой-то неустановленный мужчина, закладывает что-то неизвестное. Сотрудники, приехавшие на осмотр места происшествия, преступника не увидели, но увидели наркотическое вещество, которое он выбросил, а также перчатку, которой они предполагали, что он ее оставил. Мужчину установили, кто это, однако задержать не предсталось возможным, так как он скрылся из Республики Беларусь. Через примерно лет 9-10 он вернулся в город Барановичи, где его и задержали. Однако при установлении личности он предъявил паспорт и оказалось, что это не гражданин Республики Беларусь, а гражданин России. Но было достоверно известно, что он является гражданином города Баранович. Когда у него взяли образцы букального эпителия, провели сравнительную экспертизу, и о чудо, он совпал с тем неустановленным мужчиной с 2014 года, который производил закладки наркотических средств. Таким образом, вот и раскрылось одно из преступлений прошлых лет. В управлении также проводятся гражданские экспертизы, они также основаны на нашей ДНК. Тест на установление родства – достаточно популярная у берестейцев процедура. Ее можно сделать как лично, так и анонимно. Но есть одно «но» – анонимная процедура не может быть доказательством в суде. Экспертиза установления спорного родства является одной из самых востребованных экспертиз в наше время. Таких экспертиз у нас в управлении проводится порядка 300 ежегодно. Они проводятся как по определению суда, так и по личному заявлению граждан, если у граждан нет каких-то непримиримых противоречий. Самым главным условием для проведения экспертизы спорного родства является наличие у всех участников экспертизы действующих документов, удостоверяющих личность. Если это условие соблюдено, по предварительной записи в день, когда удобно участникам экспертизы, и время, когда им удобно, они приходят к нам в лабораторию одномоментно. И здесь происходит оформление документов и отбор биологических образцов. Биологические образцы, которые нужны для проведения экспертизы спорного родства – это образцы разного тканевого происхождения. Это традиционно, по мировым стандартам, это образец крови из пальца, процедура, которую проходил хотя бы раз в жизни каждый человек, и образец букального эпителия, образец слюны. Он забирается на ватный тампон полимерной палочки, это абсолютно безболезненная процедура, и даже дети не боятся такого анализа. Все это проводится в стерильных условиях процедурного кабинета, и после забора образцов граждане свободны. Они в максимально суммарное время, которое они проводят в стенах нашего заведения, это от минут сорока до часа, дальше эксперт проводит свою работу. Он изучает эти биологические образцы, проводит экспертизу, и во временные рамки определенной законодательством выдает свое заключение. Если верить стереотипам, такие тесты чаще делают мужчины. Однако это миф. В практике экспертов есть множество случаев, когда за экспертизой по установлению родства обращались женщины. Экспертиза спорного родства – это не обязательно означает, что это экспертиза установления отцовства. Это часто бывает экспертиза установления материнства. Таких экспертиз за последний год у нас было проведено в количестве пять. В основном это женщины обращаются к нам за установлением материнства, которые отказались перед родами от помощи родовспомогательных учреждений и приняли решение в пользу родов на дому, по каким-то своим религиозным, либо другим соображениям. Впоследствии у них возникают проблемы с управлением документов на ребенка, и они вынуждены подтверждать свое материнство по отношению к своему же ребенку. Так что к нам эти мамы приходят с маленькими грудными детьми. Хотя не надо думать, что все эти дети, в отношении которых проводятся эти экспертизы, груднички. Иногда возраст этих детей удивляет даже нас, повидавших многое. Так недавно к нам обратилась женщина 1981 года рождения с просьбой провести, установить материнство ее матери по отношению к ней. Так сложилось, что у этой женщины, у заявительницы, не было документов, удостоверяющих ее личность, а у матери эти документы были. В свою же очередь, заявительницы 1981 года рождения, эти документы понадобились для того, чтобы оформить такие документы, удостоверяющие личность на ее детей, которые к моменту проведения экспертизы также были без документов. Именно в ДНК хранится генетическая информация человека. Она может рассказать о предрасположенности к болезням, истории вашего рода и многих других интересных фактах. Василий Навуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.